Подробнее. Да, запись будет обязательно. Запись будет, скорее всего, на нашем канале Казьюнион. Вероника, выключи, пожалуйста, звук. А мы теперь начнем и приступим к нашему диалогу. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте, приветствую всех. Как ваши дела? Я вас слышу. Спасибо, спасибо. Уже хорошо. Приветствую вас из Грузии. Очень круто. Привет, Казахстан. Привет, наши родные. Мы очень-очень скучаем по Казахстану. А мы-то как скучаем. Особенно по нашим курортам и, конечно же, по нашей любимой Грузии. Скажите, пожалуйста, Давид, какая сейчас обстановка в Грузии? Потому что, ну, мы получили новость о том, что вы будете открывать границы. И мы, в принципе, многие из нас уже знают о том, что там не было достаточно много заболевших, чтобы прям беспокоиться об этом регионе. Но вот интересно, что именно сейчас происходит? Какая сейчас обстановка? Ну, в общем, я немножко такое предисловие скажу. Хочу как-то, не знаю, как можно поздравить этот момент. Уже вот пик, вот этот кризисный период мы прошли. И как-то уже вся планета начинает восстанавливаться, начинается туризм восстанавливаться. И вот это очень радует, конечно. То, что случилось, такая неожидаемая у нас ситуация на всей планете, это, конечно, в первую очередь ударил нам, кто в туризме действуем и кто в туризме, то есть работаем. Но я надеюсь, что все наладится и все будет хорошо. И что хочу сказать в данный момент, ну, я хочу поблагодарить, конечно, наших эпидемиологов, что очень хорошо справились с ситуацией и весь мир это подтверждает. В данный момент по статистике у нас такая ситуация, что всего заболевших получается 634 человека, из них, к сожалению, 12 летальных случаев. И в данный момент, то есть активных, кто заболел, то есть кто в данный момент болел, это 150 человек в Грузии. То есть из 634 у нас 12 летальных, то есть погибли, к сожалению, нет уже их живых, а остальные все уже выздоровели. То есть в данный момент активных 150 человек, то что по статистике очень мало. Поэтому в данный момент по всей Грузии, то есть по всей планете Грузия считается как зеленая точка планеты. Поэтому Грузия готовится принимать туристов. Как всем уже известно, это будет с 1 июля. Наша страна, наше государство объявило об этом, что открывает границы. Но это тоже будут ограничения, будут не со всех стран мы сможем принимать туристов в начальное время. То есть тоже появится, на днях будет уже лист тех стран, с которых мы сможем принимать туристов, для которых государство Грузии откроет границы. И то есть об этом все будут информированы. И я уверен, что Казахстан попадет в этот лист. Ну мы очень надеемся. Да, потому что мы знаем, что в Казахстане тоже более-менее ситуация нормальная. Тоже справляйтесь с этой заразой, коронавирус. И надеюсь, что у вас тоже все будет хорошо. Вот что касается ситуации, то есть по статистике коронавирус. Теперь в стране ситуация такая, что уже недавно разрешили, чтобы общественный транспорт мог ездить уже по городу, по всей стране. То есть открыли уже разные объекты, то есть все открытые рынки. И все такие объекты, которые очень нужны были людям. То есть весь этот период, ну конечно, мы все относились с пониманием ко всему этому, что нельзя было выходить из дому, надо было закрыться. И мы максимально старались все это соблюдать. И, наверное, это все уже в итогах получилось так, что очень мало у нас заболевших. Сейчас вот так вот уже все возвращается, как было по-прежнему. Но есть, конечно, изменения, есть, конечно, ограничения. Допустим, если мы входим в закрытое помещение, там, в супермаркет или в магазин какой-нибудь, мы обязательно, то есть обрабатываем руки с жидкостью дезинфекцирующей, который обязательно мы должны в помещении носить маски. и, то есть, держать дистанцию друг от друга минимум 2 метра. Ну, как сказать, это немножко дискомфорт, но приходится привыкать, приходится, то есть жить с этим уже, и это становится уже как-то нормой. Поэтому вот такие вот моменты обязательно рекомендуются от наших эпидемиологов и от нашего государства тоже очень строго контролируются. Что я приветствую? Потому что нужно соблюдать дистанцию, нужно соблюдать все эти правила, чтобы не получить вторую волну, о чем идет уже речь и так далее. Вот такая ситуация. В транспортных средствах тоже обязательно нужно носить маски, стараться, чтобы не заходить, если в транспорте уже очень много народа, то есть все стулья заняты, и уже стоящих пассажиров не рекомендуют, чтобы, допустим, в автобусах или в маршрутках кто-то стоял и так передвигался транспорт. И вот такие вот регуляции, которые в стране, то есть нормально, это все нормально, и мы все это понимаем, принимаем и все стараемся соблюдать. Ну, второе дело, у кого это получается, у кого это не получается, но... Ну да, везде есть такие люди. Слушайте, ну у вас достаточно хорошая статистика, потому что там в Казахстане, учитывая, что она считается тоже страной, которая достаточно хорошо сдерживала вирус, у нас статистика все равно побольше, чем у вас. Ну, побольше у вас сколько миллионов населения? Ну, тоже верно, тоже верно. Да, по сравнению, мы страна маленькая, и мы вовремя, то есть наши эпидемиологи, я думаю, что вовремя приняли меры, то есть закрыли границы, закрыли, то есть даже между городами у нас запрещалось передвигаться, чтобы не распространять, и поэтому, ну, в итоге мы вот так как-то... Спасибо еще раз хочу подчеркнуть нашему государству и нашим эпидемиологам, которые рекомендации давали правильнее, чтобы избежать всякие вот такие плохие ситуации. Вот. Относительно дискомфорта, который вы говорили по поводу ношения масок, я думаю, что это в целом уже такие стандарты общеприняты во всех странах, и наши туристы, по крайней мере, точно не будут этого, ну, этого бояться, потому что они уже привыкли находиться в таких условиях здесь и в стране на протяжении трех месяцев, поэтому это точно не то, что будет пугать туристов. Я тоже так думаю, я тоже так думаю, что это везде так. Теперь, что касается... Что касается... Я полностью вам ответил на ваш вопрос. Да, в целом, знаете, еще хотелось бы уточнить, вы говорите о том, что сейчас ослабили меры какие-то карантинные, а что еще до сих пор, ну, есть ли какие-то объекты, которые до сих пор закрыты и не, ну, не позволительны к открытию? Знаете, как, что-то я не совсем сейчас помню, что у нас уже почти все открылось, но вот все, то есть везде ограничено. Ну, допустим, если приходишь в магазин одежды, допустим, да, Zara, и хочешь что-то примирить, там, то есть в данный момент на первом этапе запрещается, то есть употреблять раздевалки, чтобы... Как-то вот такая вот... Такие мелочи, да. Да, немножко, ну, как сказать, мелочь, но не знаю, как это будет, как люди будут примирять, я не знаю, но, в общем, это так... Ну, я лично не ходил пока еще в город, не пробовал, но ходят такие, то есть слухи, и об этом говорят. Вот, потом, что еще? Ну, в принципе, все, все уже открылось, и просто нужно соблюдать все вот эти рекомендации, все правила, и, то есть никаких ограничений нет. Если я что-то не вспоминаю, девочки от Элеры потом напомнят мне, я не знаю, помогут, помогут мне, когда они будут выступать. Окей, вы говорили, что относительно того, ну, сейчас, получается, Грузия открылась, но пока нет для всех туристов, всех стран. А уже есть какой-то список тех, кто вот, или это мы пока ждем еще? Ну, это, насколько я помню, это есть, то есть Израиль, Украина, Австрия, если я не ошибаюсь, Казахстан тоже. Ну, есть там несколько, ну, это тоже предварительный вариант, пока, то есть официально такого списка не существует, но я думаю, что по-любому будет Казахстан в этом списке. Хорошо. Скажите, относительно встречи туристов, ну, там в любом случае будут какие-то изменения, да? Есть ли у вас информация об этом? Да, вот смотрите, сейчас, что касается встречи туристов, единственное, что пока еще под вопросом и пока еще не ясно, как это будет, то есть, работать, идет речь, что когда турист прилетит, он должен иметь с собой справку или COVID-паспорт или что-то такое, то есть, что, допустим, за два или три дня он прошел, то есть, PCR-тест, и у него не подтвердилось коронавирус. Вот этот документ, если он имеет, то есть, при себе, когда прилетит, в таком случае его впустят в страну. Это версия такая, я не говорю, что это точно так. Это просто, пока официально никто об этом не заявил, это просто предположение. Предположение, да. Вот. Или же второй вариант, может, турист прилетит, идет еще, обсуждается версия такая, что здесь на месте, то есть, быстрый тест проведется, и, то есть, через 15 минут этот быстрый тест дает ответ положительный или отрицательный, и после того уже он получит, то есть, право на въезд в страну. Вот этот вариант, когда на днях, наверное, уже будет, скорее всего, для нас точная информация от государства, об этом мы обязательно вам еще сообщим. Ну, остальное уже все ясно, то есть, при встрече туристов водитель или гид, или, не знаю, обязательно должны иметь себе, то есть, при себе маску, то есть, маски встречаем туристов. То есть, утром, если, допустим, на экскурсию мы везем туристов, обязательно мы, то есть, будем измерять, то есть, мы должны иметь себе вот этот термометр, который быстро мерит температуру, то есть, термоскрининг, сейчас это новое слово появилось, мы делаем туристам, и обязательно записываются, то есть, гид или водитель должен все это при себе записывать, сколько вот это, во сколько измерил температуру и сколько показала температура. Ну, вот такая, то есть, такая регуляция. То есть, в транспортных средствах обязательно мы все будем иметь и должны иметь вот эту, то есть, жидкость, которая обрабатывает руки от дезинфекции, это не менее 70% должен содержать спирта, вот эта жидкость. То есть, транспорт обязательно регулярно должен проветриваться, то есть, транспорт и должен вот после, то есть, после экскурсии или после трансфера обязательно обрабатываться должен все ручки салона, там, ну, весь салон будет обрабатываться этим дезинфекцирующим, то есть, средством. Вот такие вот регуляции, которые, то есть, это все нормально принимается. Есть еще одна регуляция, которая немножко, немножко будет, наверное, оказываться, то есть, отражаться на цене, потому что сокращаются, допустим, групповые, то есть, моменты. Почему? То есть, если, допустим, группа состоит из 20 человек, мы не можем посадить 20 человек, как раньше, в том автобусе, где помещалось только 20 человек. То есть, на 50 процентов сокращается размещение в транспорте. То есть, если автобус, то есть, предположим, для 20 человек, туда помещается 10 человек. Если на 12 человек, туда помещается 6 человек. Для того, чтобы можно было дистанцию соблюдать внутри. Естественно, да, да, да. Есть еще, существует уже от государства, прямо вот, сделаны рисунки сидений, и где нужно помещать людей. То есть, вот таким образом дается рекомендации. И вот это немножко, я думаю, для групповых поездок будет не совсем комфортно, потому что, ну, по цене имеется в виду, а в том смысле, что в транспорте будет свободно, и в этом смысле будет комфортно передвигаться, естественно. То есть, единственное, что вот можно рядом сидеть, это разрешается до 12 лет ребенок. Если, то можно с родителем, чтобы сидел рядышком. А так, выше 12 должны, то есть, через сиденье сидеть. Хорошо. Спасибо, Давид. Давайте пока, перед тем, как перейдем к следующему вопросу, у нас тут несколько поступило от наших гостей. Скажите, Давид, есть ли у вас информация по поводу того, будут ли закрывать на карантин людей, прилетевших? Ну, то есть, понятно, их, скорее всего, будут с них требовать какой-то документ, либо будут делать тесты на месте, и это, скорее всего, исключает момент того, что их будут помещать на карантин, или все-таки нет? Смотрите, если у человека, прилетевшего, зафиксируется температура, кашля или что-то подобное, в таких случаях может быть или карантин, или возвращаться домой, обратно. А если вдруг, допустим, прилетел турист, и температуры нет, ничего нет, все, зашли в страну, поехали в отель, и на следующий день приходит гид на экскурсию, везет, допустим, да, и измеряет температуру, и оказывается, что уже температура. В таком случае гид или водитель обязательно, у них есть рекомендация и регуляция такая, что они должны позвонить 112, это горячая линия, вызвать скорую, и уже перевезти в больницу этого человека, и провести уже тест. Вот такая вот ситуация будет в таких случаях. А при въезде карантин, то есть как карантин, мы все знаем, что инкубационный период коронавируса это 14 дней. Если сейчас человек прилетает на 7 дней, то есть на неделю, 13 дней в карантин поместить, это бессмысленно, да? Поэтому об этом, наверное, очень много думает на всей планете, во всех странах, в том числе наше государство, и пока еще не известно, каким образом это все будет работать, но, скорее всего, будет или вот этот быстрый тест, который можно при прилете все проводить, или же там в своей стране турист сможет получить этот документ, и уже имеющий документ сможет заехать в страну. Но это еще раз говорю, что это пока неизвестно, 100% я это не могу подтвердить, поэтому версии вот два варианта таких. Окей. Скажите, а вот вопрос также поступил по поводу мер в отелях на пляжах. Это наши гости, которые от отеля представителей осветят этот вопрос? Нет, об этом я чуть-чуть вам скажу. Я подчеркнул, что начинается уже летний сезон, то есть в Батуми батумские отели тоже готовятся принимать туристов. Там тоже, то есть у отеляров, в принципе, все, то есть тут уже есть информация насчет регуляции, и наши отеляры, девочки, вам об этом все расскажут. Я, конечно, могу тоже рассказать, но они лучше расскажут. Что касается пляжных моментов, что касается бассейнов и лежаков, я могу сказать такой момент. То есть обязательно там тоже соблюдается дистанция, два метра. На лежаках запрещается использовать такие мягкие материалы, матрасы и так далее. Потом, то есть в бассейнах, допустим, разрешается, то есть на человека 6 квадратных метров. То есть если бассейн 12 квадратных метров, допустим, там только два человека может плавать. Но у вас бассейны функционируют, да? Ну, у кого-то да, у кого-то нет. Нет, я не знаю, пока что я не могу на это ответить. Какие-то отели, наверное, откроют, какие-то не откроют. Окей, хорошо. Я не знаю, но, то есть, по крайней мере, в регуляциях так написано, что если бассейн на 24 квадратных метров, там 4 человека только плавают. Если вышел один, там, ну, наверное, очередь будет тоже в бассейне. Но это все равно хорошо, потому что во многих странах сейчас, ну, до сих пор бассейны не разрешают вообще для использования. Нет, у нас, то есть, раз нам написали регуляции на бассейне, значит, можно. Но с ограничениями вот такими, чтобы соблюдать то же самое. Тоже там, наверное, то есть, перед входом бассейна, ну, это, естественно, и раньше мы знали, что надо было принимать душ, допустим. Но сейчас, наверное, будем обрабатывать руки и ноги, наверное, с дезинфицирующими сестами. И вот такими регуляциями, то есть, мы сможем использовать бассейн тоже. Ну, не знаю, посмотрим. Вот такие вот... И есть ли сейчас информация относительно тестов, о которых вы говорите? Ну, вот, допустим, там, у кого-то температура или на въезде. Каким образом это будет проходить? Эти тесты будут платные или это будет, ну, как какая-то мера государственная, которая не будет оплачиваться туристам? Хороший вопрос, на котором ответ у нас нет. Ну, знаете как, мы, ну, мы, то есть, все хотим, конечно, чтобы это было бесплатно. Но насколько это возможно будет и насколько осилит это наше государство, допустим, это мы пока еще не знаем. Естественно, это будет комфортно, если это будет бесплатно, и если это будет, то есть, вообще-то, без проблем получать на это, то есть, ответы, это будет шикарно. Но, еще раз, пока на это ответ нет. К сожалению, я вот сколько время я тянул, тянул этот вебинар, из-за того, что очень, на очень много вопросов у нас не было ответа, пока не были эти регуляции. Поэтому сейчас вот единственный, единственный вопрос, на котором у меня нет ответа, это вот этот момент насчет справки, насчет COVID-паспорта, или как называют это. Остальное у нас уже все существует, это регуляция, регуляции и у отелеров, и у туроператоров, и у всех. То есть, и о регуляциях, какие у отелеров, уже девочки вам расскажут. Да, мы сейчас перейдем к девочкам, но вот последний вопрос, я вас все не хочу отпускать. Скажите, есть ли у вас уже какие-то внутренние регуляции относительно того, что, ну вот, допустим, на экскурсию вышел человек, а у него температура, вы же его, естественно, не берете с собой. В данном случае вы предусматриваете возврат денег, или это уже ситуация, которая от вас не зависит, и получается, как в обычном формате рассматривать? Ну, смотрите, мы, естественно, не занимаемся грабежом, и если у нас будет возможность спасить платы, то мы, конечно, возвращаем деньги. Если что-то не будет проплачено заранее, да? Нет, даже если будет, ну, то есть, да, если что-то не будет, допустим, или обед, или ужин, или что-то такое, да, понимаете, которое уже оплачено, допустим, в ресторане, и уже обед готов, я эти деньги, мне эти деньги никто не вернет, да. А, допустим, если там эти деньги еще не истрачены ни на что, мы, естественно, людям возвращаем. То есть, в конкретной ситуации будем действовать, как там будет уже удобно, и, то есть, по ситуации мы не можем сейчас... Конечно, мы деньги возвращаем, если человек услуги не получил, мы не имеем права эти деньги оставить себе. Все, спасибо большое, Давид. В целом, вопросы по поводу Грузии и того, как туда въезжать, они исчерпались. Очень много пока еще информации неизвестная, но это в целом везде, у нас тоже много информации. У вас хотя бы есть информация о том, когда будете открывать границы, у нас пока такой информации нет. Поэтому мы этому на самом деле рады. И сейчас хотелось бы там уже услышать по регуляциям именно по отелю. Да, я просто немножко, то есть, еще раз добавлю, что насчет, хочу сказать, что насчет летнего сезона, то есть, ну, Батумский пляж готов. Есть очень много хороших отелей, которые готовы принимать. И я хочу просто подчеркнуть, есть у нас эксклюзивный партнер отель. Это Grand Gloria называется, который во время пандемии принимал туристов, то есть, не туристов, а, то есть, на карантине работал. Это очень хороший отель, пятизвездный отель, прямо на первой линии в Батуми. И у них есть уже опыт у персонала этого отеля, то есть, как правильно работать с этими, то есть, ну, дезинфекцирующими ситуациями и так далее, и так далее. То есть, почему я хочу это подчеркнуть, что весь этот период, когда возвращались эмигранты из Грузии, то есть, ну, Грузии. Субтитры создавал DimaTorzok «Алло» «Да, я вас слышу. Вы вернулись?» «Да, что-то отключился». Хорошо, продолжайте. Да, просто я вот быстренько закончу. То есть, я хочу сказать, что вот этот отель, который наш эксклюзивный партнер, и у нас там эксклюзивные, то есть, цены хорошие и так далее, очень профессионально уже сможет принимать туристов, и, то есть, сделает все нужные процедуры, которые нужны, ну, уже в этой сегодняшней ситуации, которая связана с COVID-19. И хочу сказать, что еще раз, Грузия готова принимать туристов, и все меры предосторожности уже мы принимаем, и будем принимать, и будем беречь ваших туристов, как родных, естественно. Я хочу приветствовать Казахстан, из Грузии, и всем большое спасибо за подключение. Если что-то я не совсем дал вам информацию, девочки отельеры сейчас вам дополнят всю информацию, и очень-очень жалею, что не смогли приехать в этом году на выставку в Алматы, собирались, и надеюсь, что в следующем году все наладится, все будет хорошо, и нам не придется уже подключаться вот к этим вебинарам, и поддержим живые отношения, и за столом будем уже поднимать тосты. Да, очень бы хотелось уже действительно. Всем удачи, всем хорошего сезона, всем много-много туристов, много бизнеса. Рустар онлайн ждет вас, и вся Грузия готова принимать ваших туристов. Казахстан, мы вас любим, мы знаем, какие вы гостеприимные, так же, как и мы, и мы должны поддерживать друг друга вот в эти трудные времена. Спасибо вам огромное, спасибо Казуньону, спасибо всем агентам, кто подключились, и если еще понадобится подключение, я любое время готов. Спасибо огромное. Супер. Спасибо большое, Давид, за то, что подключились. Очень было интересно и очень важной информацией. Я постарался, спасибо огромное вам, девочки. А теперь давайте перейдем к нашим отельерам, чтобы поподробнее узнать по поводу того, какие меры будут именно в отелях. Кэти. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно, отлично. Очень хорошо. Здравствуйте, приветствую всех. Очень рада с вами хотя бы так контактировать. Надеюсь, что скоро уже все приедете к нам и отдохнете у нас. Регуляции у нас в бассейне, конечно же, будут. Тут, в первую очередь, при въезде в отель будут проверяться наши туристы, там будут мерить температуру, дезинфицировать руки. Ну, стандартные процедуры, которые проходят у нас почти везде. При входе в отель на ресепшене то же самое будет повторяться. Дистанции тоже надо, конечно же, в гостинице соблюдать. Это как и везде. В закрытой территории тоже нужно обязательно носить маски. Бассейн, как вы спрашивали, бассейн у нас будет функционировать, и медицинский центр тоже полностью будет функционировать, и будут все те процедуры, которые у нас есть, ничего не изменится, и будем их проводить. Бассейн у нас достаточно большой. Если держать дистанцию 6 метров, там у нас где-то около 60 человек могут помещаться. Охо-хо! Ничего себе! Можно не опокоиться, кажется. Да, по этому поводу. Главное, чтобы гостей было много. Это не будет проблемой. Не знаю, у нас мы для того, чтобы территория, как вы знаете, у Боржом и Легани очень большая. Там 42 гектаров у нас. И за это закрытая территория, где гости могут ни о чем не беспокоиться. Посторонние, то есть гости будут входить на территорию. Все наши абсолютно работники при приходе на работу тоже будут проверяться, так же, как и наши гости. Для того, чтобы не скучать, мы же на нашей же территории добавим, там у нас будут разные мероприятия. Там рафтинг у нас будет, бильярдный стол будет, теннис делаем, еще будет волейбол, там велосипеды разные. Энтертейнмент будет так, что гости не будут скучать. Ну, а если все равно, экскурсии тоже у нас на месте тоже будут, но тоже будут, конечно же, соблюдать все меры предосторожности. Скажите, есть ли информация относительно дезинфекции номеров и порядка заселения? Я вам скажу сейчас, для того, чтобы в первую очередь мы открыли гостиницу, мы должны пройти проверку, государство проводит эту проверку, и после этого нам дадут уже согласие, чтобы мы смогли открыться. Круто, круто. Ну, то есть, в целом, как в других странах, везде есть какая-то сертификация, лицензии, так и у вас. Конечно, обязательно у всех, без этого никто не сможет открыть гостиницу. Мне кажется, к вашему отелю, учитывая его такой медицинский уклон, очень сложно подкопаться в плане каких-то дезинфекционных мер и так далее. Я думаю, что они в целом у вас и так были на достаточно высоком уровне, и до карантина, и до всей этой ситуации. Да, в целом, такие вещи, такие маленькие нюансы у нас всегда были. У нас еще защита, чистота, стерилизация, все такое у нас всегда проходит, конечно же. Но вот эти меры, типа, что надо носить маску, надо каждый раз стерилизовать руки. Все равно, ну, два месяца мы так живем, но все равно для некоторых это ново, и работать с этим немножко сложнее. Но будем приспосабливаться. Главное, чтобы гости чувствовали себя безопасно и надежно. Есть ли какие-то новшества в плане предоставления питания? Знаете, вот конкретно, как в других странах, как я знаю, запретили шведский стол. Но вот такого прямого указания у нас нету. Можно сделать тоже шведский стол там с маленькими изменениями, чтобы барьер надо сделать и защита, чтобы было больше. И есть второй вариант сделать некоторые сет-меню, например, четырех или пяти вариантов, и оттуда уже гость может выбирать, что ему надо. Вот по поводу этого мы точно пока еще не решили, что будем делать. Будет это опять шведский стол или сетовое меню. Также для того, если гость хочет воспользоваться а-ля карт-меню, мы ставим там QR-коды, и гость уже с комнаты может заказать, чтобы там, например, в ресторане долго не ждать, не сидеть, чтобы много людей не было, не собирались, и они вместе. Очень хорошо. Здесь поступил вопрос. То есть на территории отеля в помещении необходимо ходить в маске, да? А на территории... На территории нет, на улице не обязательно, нет. Именно в закрытом помещении надо обязательно носить маску. Хорошо. Ну, в целом, я даже не знаю, что спросить. Если у вас есть еще какие-то вопросы относительно работы отелей, вы можете написать в чат, я передам их к нити, потому что для меня в целом все исчерпывающе достаточно. Рада, надеюсь, что все быстро уже улажится, откроются дороги, начнутся перелеты, и вскоре будем встречать ваших гостей и вас. Понижение цен, да, я уже увидела. Сейчас, конечно же, обязательно цены изменятся, уже изменились, мы, наверное, уже с завтрашнего дня начнем турагентствам давать новые цены, и уже детальную информацию по поводу цен можете узнавать у них. Окей. Там же будут, возможно, какие-то СПО, да, и какие-то другие предложения. Конечно, будут разные пакеты, которые будут включать медицинские услуги, там сниженные цены на СПО-процедуры, подарочные пакеты, много разного. Очень круто. Тогда будем ждать информацию от вас, наверное, через Давида, и после этого также будем нашим агентствам эту информацию выдавать для того, чтобы у них было понимание, насколько это выгодно. Обязательно, обязательно. Все, спасибо большое, Кэти, за очень подростный рассказ. И у вас такой приятный фон, я прям сижу и кайфую. Создала немножко, типа, фон Боржоми и Кани. Это не Боржоми, друзья мои, это Тбилиси, но в Боржоми тоже так. Зелень, все зеленое. Даже лучше, наверное. Конечно. Здравствуйте, Анна. Давайте теперь к вам перейдем. Здравствуйте. Слышно? Да, слышно вас и видно. Расскажите нам про свой отель и про то, какие у вас изменения. Приветствую всех участников вебинара. Большое спасибо за ваш интерес. Мы очень ценим это все. И, конечно, скучаем. Так непривычно уже, сколько времени. Без вас как-то очень-очень непривычно еще. Надеемся, что все это изменится. Ну вот, в принципе, Давид и Кэти уже сказали, что с 1 июля граница открывается, то есть вы можете уже к нам приезжать. Также мы вот решили, что ориентировочно пока на данный момент, 1 июля мы открываем нашу гостиницу, начинаем работу. У нас, у меня очень такая приятная новость. Мы на данный момент ведем перевыкоборы по приобретению лаборатории. Будем, намереваемся делать PCR-тесты. То есть это для спокойствия же гостей, которые будут к нам приезжать. То есть если они приезжают, ну, естественно, из Казахстана гости приезжают на долгий срок. Мы намерены сделать PCR-тест в начале, сделать в конце, когда они будут уезжать, чтобы они были на 100% спокойны. Скорее всего, и на 99% это будет, то есть это не будет ничего стоить для наших гостей. В общем, на данный момент мы ведем переговоры по приобретению этой лаборатории. Надеемся, это все нам удастся, и мы будем предоставлять эту услугу тоже. Очень круто. Вот это вот этот первый такой нюанс, который я хотела обязательно озвучить. Ну, в принципе, все то же самое, что и как Давид сказал, и как Кетель сказала, что эти новые ограничения, маски, дистанция, ну, как везде, так и у нас. Обычные стандартные. Да, обычные стандартные. Но то, что у нас всегда была чистота, потому что у нас медицинский центр, это все мы используем, дезинфицируем все одноразовое, ничего такого, чтобы никогда у нас этих проблем не было. Сейчас просто будет еще больше упор делать на чистоту, дезинфекцию и все остальное. То есть ничего нового я сейчас не скажу. Ну, естественно, ждем, чтобы нам дали разрешение открываться. Должны подготовиться, соответственно, всем регуляциям, которые нам отправили, вот буквально позавчера мы получили. Да, касательно бассейна. У нас не такой бассейн большой, как у Бордема Великани. У нас два бассейна, открытый, закрытый. Закрытый, скорее всего, не будет функционировать, очень маленький. Но открытый у нас тоже небольшой, но постараемся, чтобы он функционировал, потому что он очень живописный в месте. Наши гости всегда любили отдыхать именно у этого бассейна. Ну вот, в принципе, не хочу повторяться, потому что все уже сказано, понимаете? Очень классная информация относительно теста, то, что вы будете делать тест при въезде и выезде, то есть это очень сильно облегчает и вам работу и облегчает в целом передвижение для туриста, который будет иметь... Да, и, конечно, они будут более увереннее, потому что у нас, в принципе, нет закрытого помещения, закрытого территории, такой закрытой большой. То есть наши гости будут по-любому выходить, в парк ходить или по городу передвигаться, и им, естественно, они будут спокойнее, что у них есть варианты. Ну, естественно, это будет бесплатно для гостей. Если кто-то хочет дополнительно уже для себя сделать этот тест, это будет уже стоить какую-то определенную, ну, естественно, не такую цену, как... Ну, не так вот это все. В общем, у нас есть эти планы, мы сейчас конкретно, усиленно работаем над этим. Надеемся, надеемся, что все это нам удастся обязательно. У вас уже есть какие-то инструкции по действию, допустим, ну, вы же сейчас готовитесь к открытию все равно, но есть ли у вас инструкции хотя бы предварительные относительно того, что вот приехал человек, обнаружился у него ковид? Какие дальнейшие действия? Ну, вот инструкция звонить, да, ведь уже говорил, в 1, 2, это наша, это скорая помощь, она приезжает, и уже дальше мы уже как бы передаем, да, вот человеку, у которого обнаружились какие-то признаки, это уже решают наши вот эпидемиологические службы, которые должны этим заниматься. Там уже понятно, будет карантин, или отправят страну, родина, родину, это уже, наше дело позвонить соответствующие органы. То есть, получается, то, каким образом будут взаимодействовать с туристом, это уже решать эпидемиологические цели? потому что это, мы не специалисты в этом вопросе, да. Ага. А пока нет информации тому, какой у них будет план действий, да, то есть, либо они будут заниматься сразу депортацией, либо они будут помещать на карантине? Да, скорее всего, да. Ну, как обычно, это стандартная процедура, по протоколу будут работать, как обычно это все бывает. Хорошо. Ну, если есть, да. Ну, и здесь я предвосхищаю вопросы наших агентств, ну, будем сразу понимать, какой у них вопрос первый возникнет в данном случае. Есть ли у вас какие-то инструкции относительно того, что как вы будете работать? Ну, вот, допустим, он приехал, не успел заселиться, у него обнаружили, вы позвонили, он уехал, там, эпидемиологический центр с ним разбирается, в итоге он его депортирует, допустим, а что делать с деньгами? Ну, деньги, естественно, мы возвращаем. Мы практически у нас много было вот до ковида, да, мы все деньги вернули. Супер, это очень круто. На копеечки. И очень многие, я очень спасибо, благодарна всем нашим вот гостям, которые вот были оплачены у них проживание, и вот из-за этого все отменилось, очень многие попросили оставить эти деньги в депозите, то есть мы уверены, что они к нам приедут, но... Я думаю, что у вас очень много постоянных, да? Да, вот именно постоянно, они уже перенесли, даже на неопределенный срок деньги у нас в депозите, приедут, то есть мы даже постараемся, что и независимо от сезона и так далее, вот то, что они оплатили, это и будет их оплата, да, вот независимо от сезона. Но кто не захотел, кто не смог, по каким-то причинам, мы все вернули деньги, и, естественно, это у нас такая ситуация, что если вдруг сейчас так же будет, мы, естественно, будем возвращаться. Это однозначно. Все хорошо, это очень важно. И вот относительно всех этих тестов, как вы говорите, это все идет, получается, не за счет туриста, это все за счет там... А вот здесь какой-то вопрос. Вылет в апрель, почему не возвращаются средства? Это от кого? Да. Мы всем вернули. Так, я не вижу здесь имени, но... Именно кому мы не возвратили, вот это тоже интересно. Если можно, оставьте свой контакт, и мы чуть позже разберем, но не будем это сейчас в эфире разбирать, именно вашу ситуацию. Хорошо? Да, это лучше будет, и мне тоже интересно, потому что мы, в принципе, кто просил вернуть, мы возвратили. И уж тем более меня удивляет фраза, что депозит не хотят это туристы. Все, поняла. Да. Окей. Какие есть еще вопросы у вас, уважаемые гости, относительно нахождения в отеле и каких-то процедур в отеле? Потому что, ну, я в целом получила полную информацию. Да, вот. Вот то же самое. Вот и Давид говорил, и Кетри говорили. Это термострининг, это дезинфекция. Да, единственное, у нас поменялись вот немножко в связи с дезинфекцией номеров промежуток между чеком и чекаутом. Это будет не два часа, а четыре часа. Но я не думаю, что в начале, когда мы начнем работать, у нас не будет так много гостей, и нам это проблематично не будет для нас. Да. Ну, и надеюсь, что это все скоро закончится, и мы войдем в обычный ритм, и все будет как раньше. Ну, правда, будем уже более осторожны. Относительно вот этих проверок, скажите, есть ли у вас какие-то обязательства, которые государство прописывало относительно заполняемости отеля? Нет ли такого? Нет. Нет. По-моему, я вот, если даже что-то, я пока ничего такого не знаю. Вот такого ничего нет. То есть это все на наше усмотрение, да, работа. Окей, хорошо. Ну, в целом, если вам определили всего там четыре часа перед заездами, до заезда, я думаю... Это не страшно. Да, это не страшно, потому что там в других странах там более серьезные условия, более такие ожидаченные, но там, понятно, и куда хуже статистика была. Да, ну, в принципе, у нас и номеров много, в номерной фонду у нас 160 номеров, 164 номера, и на первый, вот пока это все утре несется, так много гостей и не будет, так что мы можем даже сохранить все двухчасовые, если не обязательно именно номер, тот, который только что покинули, заселять гостя. Так что, я думаю, этот вопрос тоже можем всего трясти, да? Отвести, да. Окей. Ну, в целом, тогда все ясно. Вот, Ария, если есть еще вопросы, вопрос по поводу 50% заполняемости нет у них. Это нет, пока у меня нет такой информации. Хорошо, ну, в целом, пока каких-то обновлений нету, ну, если будут, обязательно сообщайте нам, чтобы мы могли хотя бы... Да, конечно, обязательно, да, и, извините, да, тоже забыла. Насчет рассылок, тоже цены, тоже мы сейчас, естественно, они будут немножко понижены, так как никак у нас высокий сезон июля-август будет ниже. Тоже подготавливаю рассылочку, всем буду отправлять, то есть еще до первого июля время есть, и она, может, еще лучше станет. Супер. То есть у вас тоже ожидаются более, ну, низкие цены, возможно, какие-то спецпредложения. Круто. На самом деле, не часто встречаем именно такую стратегию в странах, с которыми общаемся, поэтому, ну, очень приятно слышать, что вы планируете снижать цены и делать более... Да, стараемся, да, постараемся обязательно. Мы же тоже понимаем, что если кто-то к нам хочет приехать, это значит, он очень хочет ему помочь, потому что действительно трудная сейчас ситуация во всем мире. Все, тогда можем заканчивать наш эфир. Спасибо большое вам, Анна, спасибо большое. Огромное вам спасибо за эту возможность. Давид, Давид, кажется, хочет взять слово. Да, я как-то еще хочу подключиться. Не могу расстаться с вами, конечно, я вас очень-очень люблю. Но я хочу еще раз подчеркнуть то, что в начале своего слова Анна озвучила. Я хочу обратить внимание, пожалуйста, уважаемые агенты, кто сейчас смотрит вебинар, это очень важная, хорошая и интересная информация. То, что Боржоми Палас вот на днях уже подпишут контракт с лабораторией Лугар, наверное, слышали, это очень такой серьезный лаборатория у нас в Грузии существует, и вместе с ними они внедряют лабораторию, то есть дополнительную аппаратуру, чтобы проводить PCR-тест. Это тест на COVID-19. Да, я знаю. очень важная информация и бомба информации, поэтому это обязательно скажите вашим туристам, потому что это, то есть при заезде в отель, то есть будут они проходить этот тест и при выезде тоже будут проходить этот тест и это все будет включаться в пакете, насколько я знаю, так планирует менеджмент отеля, то есть как мы в пакет попродавали, да, лечебные процедуры, вот все вот это будет входит в стоимость. Это будет очень-очень комфортно, очень удобно и наши уважаемые туристы будут себя уже уверены, уверенно чувствовать, что у них уже есть документ, что они абсолютно здоровы. Это очень-очень важная информация и пожалуйста, не забывайте об этом рассказать вашим туристам. потому что это действительно очень важно, хорошо будет, если этот тест еще там где-то на границе можно будет показать, продемонстрировать и может быть защитить себя от карантина в Казахстане, пока у нас неизвестно, каким образом будут процедуры проходить по возвращению туристов, это один из тех моментов, которые многие туристы тоже боятся, хотя не знаю, мне кажется, туристы сейчас уже ничего не боятся, они просто хотят куда-то поехать, ну, я по крайней мере хочу, ну вот, поэтому тоже будем ждать информации, вот эта тема, фишка с этим тестом, это правда очень круто. Спасибо большое, девочки, спасибо большое, Давид, спасибо большое гостям, которые подключились и были с нами, задавали очень правильно, очень интересные вопросы, мы будем ждать, когда наконец сможем посетить Грузию, в первую очередь, когда мы сможем посетить его Грузию с инфотуром, снова вспомнить. На все четыре сезона, на все четыре сезона, Грузия ждет вас, Казахстан, да, снова вспомним, как мы любим эту Грузию и будем ее продавать, ждем, не дождемся. Очень был приятный эфир, спасибо. Всех целуем, желуем, обнимаем.